добрый вечер всем я вас рад приветствовать на очередном вебинаре вот хочу вам показать что я сижу тут бабочкой это не случайно может быть большинство из вас и не догадывается почему это так но если мы посмотрим на сегодняшний календарь или на календарь сегодня да то осталось совсем немного до реального нового года когда обезьяна войдет на полную мощь свои владения поэтому мы сегодня и начинаем нашу работу такой маленькой вступительной части я значит на какой-то момент скорее всего выключу чтобы лучше дайте знать у вас хорошо слышно меня или нет супер спасибо елена спасибо 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 друзья запись идет так новости будут и давайте начнем по очереди сегодняшнее мероприятие значит у меня поступили вопросы люди спрашивают кто такой маслов откуда вообще взялись упали сюда к нам на вебинар вот пока я буду о себе рассказывать я еще себе покажу вам а потом на переключить и только на картинку сюда который на экране значит дело в том что я уже достаточно как я не раз наверно говорил кто может быть слышал а кто нет я достаточно давно уже нахожусь на этой земле вот родился первой половине прошлого века и счастью жизнь предоставила мне целый ряд скажем так подарков удалось побывать у начала или у колыбели многих начинаний может быть кто чуть постарше помнят что скажем на исходной части советской власти 80-е годы происходило достаточно много ну таких интересных вещей у нас в ссср так вот семьдесят девятого года мне удалось я работал в организации которая была практически проектно-конструкторским бюро которому который занималась вопросами консультации уже советское время начинала заниматься и скажем так мы были у колыбели создание будущего кооперативного движения то есть мы предложили и этот наш как бы почин прошел в госплане прошел совете министров сср москве мы предложили перейти на новый вид хозяйствования это на малое предпринимательство или малое предприятие организовывать никто не знал как это делать мы разработали порядок предложили его съездили в москву и прошло не более чем полгода люди стали съезжаться в эстонию в город сталин и регистрироваться в исполкоме совета депутатов трудящихся в городском и уезжать на свои места дальше заниматься предпринимательство что это позволяло кто знает в то время не было такой вообще никакой другой возможности было и государственное предприятие и все были совхозы и все были колхозы и все а тут появилась возможность организовать предприятие от 3 до 60 человек там могло работать вот она была зарегистрирована люди получали пакет документов получали первичное обучение и уезжали заниматься предпринимательство организовывали свои предприятие и только после этого это было восемьдесят шестом году только после этого восемьдесят восьмом году стали появляться кооперативное движение копе кооперативы и кстати будет сказать что один из кооперативов майнер него а фирму наш называли майнер это сокращенные слова экономика информации организация майнер эстонского языка и одна из малых предприятий него было организовано в санкт-петербурге то время еще в ленинграде причем было организовано как бы с согласием это было в ленинском районе согласие утвержденного согласия тогдашнего куратора владимир владимировича путина этого направления то есть вот такая маленькая связь но суть не в этом суть другом что на дальше мы предложили первый концерн советском союзе им стала вся легкая промышленность эстонии и так далее так далее чем и тем более что после того мы учредили народный фронт первыми вообще советском союзе это движение набрало свои силы с 88 по 90 91 год и на этой волне практически произошли достаточно большие перемены свидетелями которого мы являемся еще поэтому скажем так и всегда удавалось и всегда удавалось мне быть где-то вот у истоков в организации этих направлений я просто рад что мне посчастливилось еще быть и у истоков но у истоков уже возрождение или скажем зарождение реальных шагов реализации skyway той идеи которая тоже анатолий эдуардовича родилась 40 лет назад может быть даже еще и раньше так что вот поэтому последствии я фактически я сам по своей специальности имею и технические специальности экономические и являюсь вообще-то кандидатом экономических наук понимание в советском понимании доктор философии и экономики это в нашем понимании европейской вот такие скажем дела я время от времени читаю молодежи лекции по предпринимательству и занимаюсь предприятиями их эффективности помогаю вытаскивать себя на европейские рынки вместе со своими партнерами которым у нас есть фирма который возглавляет мой сын и мой партнер марк масло и таким образом друзья я уже долго рассказывал вам о себе но это надо знать на всякий случай кто не знает так наушники кому-то и так на что зеленый бегу на до прибавить или убавить прибавить сейчас прибавим я заговорился тебе и забыл извините теперь звук нормальный нормальный да отлично прибавилось звука нет сейчас хорошо слышно меня отлично все все спасибо я прошу прощения еще раз и таким образом друзья значит смотрите что у нас происходит значит какие мы чем мы сегодня вообще займемся значит и какие есть новости новостей достаточно много мы посмотрим сейчас для начала с вами один ролик еще который нам даст возможность значит даст возможность смотрю какой из них так да вот этот ролик сейчас посмотрим потому что это ради этого мы все не раз оставляя вашему вниманию пакет акций которые вы можете приобрести фонде skyway капитал давайте рассмотрим каждый из них более подробно и посчитаем какую прибыль они вам принесут пакет бизнеса принесет его обладателю пятьсот сорок тысяч акций что равняется пятьсот сорока тысячам долларов или в перерасчете на российские рубли это является более сорока миллионов условия получения бизнес-пакета вам необходимо инвестировать одну тысячу восемьсот долларов скажете много столько нет не беда фонд позаботился о вас вы можете приобрести данный пакет в рассрочку инвестировав ежемесячно протяжении девяти месяцев по 200 долларов эта сумма сравнимо с путешествием на море на 10 дней и у вас сейчас есть выбор съездить на море на 10 дней и реинвестировать в компанию и подождать чуть больше года купить дом на берегу моря следующий пакет стабильный включает в себя 220 тысяч акций или 220 тысяч долларов что равняется 16 миллиона 500 тысяч рублей чтобы заполучить столь желанный пакет вам достаточно ежемесячно в течение 10 месяцев инвестировать по 100 долларов проведу аналогию за эту сумму вы можете купить себе новенький айфон и наслаждаться и через полтора года он превратится в план лучше купить новенькую квартиру не так ли пакет сеньора идеально подойдет для студентов сумма ежемесячных зачислений составляет 50 долларов в течение шести месяцев и вы станете обладателем инвестиционного портфеля включающего в себя шестьдесят пять тысяч акций это равняется 65 тысяч долларов или четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч рублей сможете получить образование выше и еще на новенькое авто хватит и закрывает рейтинг пакет старт включающий в себя 32 тысяч пятьсот акций что равняется как вы уже знаете тридцать двум тысячам пятьсот долларов или два миллиона четыреста тридцать семь тысяч рублей вы сможете рассчитаться с долгами и закрыть ипотеку меняйте свою жизнь в лучшую сторону подобного шанса больше вам не представится ну так вот таким образом друзья пойдемте теперь дальше чем мы сегодня будем заниматься с вами смотрите я предлагаю ваше внимание это вы уже видели значит почему skyway капитал строитель в доме skyway те кто знают мы говорили неоднократно уже доме skyway если кому-то это интересно вы можете вернуться к прошлом записям в особенности просто это тем сделать кто уже находится в чате целевые проекты да там я все время как бы эти ссылки ставлю если нет дайте здесь знать кому надо и вы можете получить эту запись и прослушать ее только ту часть которая касается дома skyway но почему все именно выгодно и почему капитал skyway капитал строитель в доме skyway кроме расисты дело в том что во первых это во первых смотрите значит что это надежный путь от моей инвестиции до акции каким образом это проявляется смотрите значит дело в том что я проинвестировал и предположим это я не предположим я конкретно про инвестировал я смотрю что мои инвестиции ушли через капитал это чисто техническая площадка которая организует переход конкретный проект этих моих инвестиций да и я навстречу получил сразу акции то есть инвестировал и и сразу же инвестиции пришли к акции я сразу пришел к акции причем должен вам сказать хорошую новость заканчивается на этой неделе подготовка всех документов и документацию в она упроекте достаточно упрощена проверена экспертами юристами европейском правовом пространстве и со следующей неделе начнет проводиться уже введение его в кабинеты и skyway и rsv systems когда абсолютно легально люди который и человек конкретно я в данном случае начал с себя всякое следующее предыдущие и всякое следующие инвестиции будут считаться это четко про инвестируем то есть я в баллу как бы в долг воспользовался случаем и возможностью реализовать свою инвестицию и залог который мне дает компания группа компаний skyway воспользоваться и и стать сразу акционером почему это мне выгодно и почему это мне надо потому что они находятся уже в реестре и в регистре и я реально становлюсь владельцем этих акций и позже покажу что это организационно дает и откуда ноги растут этого процесса во вторых минимизированы минимизированные расходы видите минимизированные расходы на пути инвестиций до экотехнопарка что это значит всякий скажем больше или большая часть тех инвестиций которые ходят они доходят конкретно в объект то есть и это гарантированно проверяется аудитируется то есть это находится под контролем финансовых финансово инспекционных органов и это процесс очень непростой дорогие друзья поэтому во первых это мне тоже не очень важно причем в кабинете мы сможем в дальнейшем следить за тем насколько какой объект из проектов или весь проект профинансирован и насколько уже как бы идет строительство то есть насколько использованы насколько денег уже вошло в этот проект это тоже очень важно то есть это прозрачность появляется и я уже напрямую сегодня как только провел эту сделку которую называется инвестирование становлюсь акционером они когда то может быть значит опосредованно становлюсь этим акционером то есть не с обещанием сижу и жду а уже становлюсь сразу акционером это все законно мне ни от кого ничего не надо потом ходить и где-то требовать вот я нахожусь уже в реестре все соответствует и все лицензировано причем я четко знаю какие у меня акции а не то что потом кто-то может сказать слушай а ты являешься или вообще а ты вообще что покупал ты инвестиции делал во что ты делал какой-то там пакет который ты покупал значит так ты его и получил конечном итоге вот и теперь да воля воля владельца этого этой расписки и так далее она хороша конечно вот ну да ладно может быть получишь акции поэтому все процессы которые сейчас идут надо ими воспользоваться и и рестать реально акционерам капитал это дает рсв это тоже дает и как насколько я знаю я слежу я являюсь и акционерам свига то и в свиге эти процессы идут но их надо доводить до конца и поэтому каждый принимает решение сам далее друзья смотрите значит там я уже сегодня например кроме того я прошу прощения я сегодня честно и прямо инвестирую конкретный проект я об этом уже говорил то есть это очень важно почему только поэтому именно skyway капитал он является строителем дома skyway он вкладывает туда он коперируется он все делать для того чтобы эти инвестиции работают и я сегодня что самое важное или одно из важнейших я сегодня сегодня я и ты кто-то меня слушаешь или вы кто меня слушаете я меняю стратегию свое благополучие с накопления на вложение то есть я остановлюсь значит уже сегодня а своей стратегии накоплений вложения с накопления я начинаю вкладывать и копирироваться почему и как есть вариант я беру например смотрите здесь есть доска я пытался написать 100000 например да что такое 100000 накопленных или скажем где-то в кубышке банки не важно где лежащих это все находится под тем что 15 как минимум 15 процентов но это инфляция больше даже даже на различных других пространствах в евросоюзе это инфляция тоже больше это уже через год или в течение года или в течение какого-то времени эти уже не 100 тысяч а 85 тысяч друзья и мне не надо вам эту арифметику рассказывать все грамотные люди теперь если я начинаю переходить на другую стратегию я предположим те же самые 100 тысяч которые у меня лежали каким-то образом или это может тысячи тысячи быть неважно на 100 тысячах лучше и красивее это все 20 процентов я получаю не сразу же но у меня по крайней мере находятся они и работают конкретном объекте то есть они инвестированы и у меня есть возможность этим воспользоваться причем я вложил 1 доллар получил от 100 до 600 в зависимости от того какой пакет я приобрел от 100 до 600 на 1 доллар вы представляете какая здесь уже разница это уже не 20 процентов это 100 и 600 процентов но не будем об этом пока говорить мы говорим что я 100 вложил и у меня есть еще надежда что с этих 100 тысяч или 100 в данном случае 100 тысяч я получу 20 тысяч в год прироста то есть 120 тысяч 85 120 чем дальше тем лучше то есть понятно да логика что а начинает работать мои накопления начинают вложениями через кооперацию я начинаю копирироваться и мне кооперационно поступает я не случайно или возможности и сохраняется потенциал того что я накопил и я не случайно вам привел сейчас это как бы сравнение слово кооперация я просто вас призывают тому чтобы вы его на слуху и постоянно к нему обращались смотрите значит даже на так называемом тонком плане или на эфирном плане наша планета вся солнечная система вошла уже или входит и есть основания полагать что сейчас вошла полностью с 96 года входит а по всей вероятности уже она вошла как говорят астрономы в пространство эпохи или же пространство влияния водолея а там основное слово это сотрудничество и кооперация и все что хочет быть развита хочет иметь процветание должно на этой волне идти вперед и в этом ракурсе рассматриваться поэтому я повторяю и это будет постоянно красной нитью проходить кооперация идем дальше дорогие друзья смотрите значит кооперация через что и откуда важности почему skyway смотрите вот есть юникорп или юницкий корпорейшн есть инвесторы все инвесторы другие неважно тут это rsv systems или rsv евразиан railway 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 skyway systems holding skyway capital которого является платформой или платформа и которая тоже практически владеет темы же самыми акциями да или другие компании другие компании через адресный проект они все будут идти через акции именно вот этой компании которая владеет акциями gti и а gti это global transnet investment она будет являться участником всех будущих мировых в мире существующих или возникающих проектов начиная с австралии и заканчивая антарктиды как я уже говорил то есть мы получаем прямую возможность поэтому стремитесь стать акционерами вот именно этой компании пока вход вот в эту компанию в эту группу не закрылся в дальнейшем будут образовываться другие хода но уже не этих акций не через эти акции через акции каких-то других адресных проектов с того момента как только экотехнопарк будет построен поэтому это является очень важным моментом так тут есть я про свик кто и про свик я не говорю я говорю про капитал а свик он является одной из платформ финансирования адресных проектов но там несколько другая схема именно обретение этих акций поэтому я просто сейчас в данной ситуации показывают преимущество капитал дорогие друзья значит дальше что еще очень важно знать вот я покажу вам сейчас значит такую такую вещь значит одну минутку я немножко съехала умножить увеличить хотелось бы так не слушается меня здесь здесь видите есть значит вот у рсв или скажем евразин рейл скайвей системс холдинга вот его я сделал бы как бы выкладку или скриншот с документацией количество конкретных акций откуда эта сумма взята вот она задекларирована 60 миллиардов 130 миллионов да это очень четко видно и это так и есть поэтому это львиная доля и на этой базе за этим стоят конкретное имущество в виде ноу-хау и вот эти акции выпущены через эту компанию в которой мы имеем возможность участвовать поэтому смотрите значит что тут у нас еще очень важно иметь в виду что эта компания вот она имеет акционерный капитал 60 миллиардов 130 миллионов долларов там чуть больше 130 миллионов там еще тысячи и долларов неважно самое главное 60 миллиардов 130 миллионов сейчас только маленькая доля с этого будет проинвестирован до 300 до 290 до 300 миллионов долларов на экотехнопарк который является площадкой сертификации и так называемым ключевым проектом всех будущих развитий в рамках скайвей поэтому это очень существенно и если мы посмотрим сейчас историю значит смотрите что у нас значит получается тут есть очень интересный ролик давайте его посмотрим начало значит есть интересная конструкция такую железную дорогу еще только предстоит построить представьте вашу машину вместе с вами помещают вот в такую капсулу и вы едете внутри нее зачем это нужно как вы можете проехать тысячи десятки тысяч километров по горам пустыням над деревьями реками там где еще нет никаких дорог до того места где они уже есть впрочем и без машины вы можете отправиться на работу или даже со всей семьей в отпуск по рельсам над землей от Москвы до Бетербурга всего два часа за счет того что они продвигаются большой скоростью скорость до 500-500 км в час может быть обеспечивается очень большой объем перевозок пока катается только модель с купленной барби но уже все рассчитано и готово для настоящих испытаний это так называемая струнная дорога внутри рельса натянут прочный стальной канат вагончик футуристической формы без машиниста движется быстро и бесшумно разработчики говорят принципиально новое решение прямая дорога как натянутая струна никаких шпал стыков рельсов такая дорога дешево надежно есть еще и своя эстетика человек не в вагоне метро под землей находится он находится над землей естественно находясь он должен видеть лес он должен видеть пол вот так примерно видят будущие авторы проекта более 20 лет назад появилась эта идея в одном из закрытых институтов тогда серьезно ее никто не рассматривал но вот теперь группа энтузиастов которой руководит автор идеи Анатолий Леницкий собирается воплотить все это в жизнь струнная дорога она сочетается в себе преимущество автомобильного транспорта авиации среднодорожного транспорта канатных дорог и номерейцевых дорог необычный проект казалось бы его можно осуществить только в далеком будущем но уже летом под Москвой появится испытательный полигон Константин Мыльников Сергей Ратников Андрей Тихонов МТВ Москва то есть видите такое дело что когда-то это я нашел ролик который был перед тот период когда строился первый испытательный полигон под Москвой вот Анатолий Эдуардович значительно моложе вот но тем не менее уже тогда была разрабатываются различные идеи и вот мы видим сегодня если кто-то смотрел первый ролик который сегодня был где рассказывалось о возможностях SkyWay технологии там показывалось что человек сможет просто приобрести себе так называемый Unibus или Unibike им пользоваться причем там не надо он будет иметь определенный модуль а вся ходовая часть будет им арендоваться то есть ее не надо будет дома иметь а этот вариант о котором сейчас говорится он может решить в определенном месте в определенных условиях это не значит что тотально все будут машины ездить в таких капсулах нет но определенные задачи очень шикарно может решить погрузи в машины потому что если кто знает например вот я я сам пользуюсь но это на железной дороге когда я хочу поездить на лыжах на севере Финляндии я еду на пароме переезжаю на машине в Хельсинки сажусь на железнодорожной станции грузят мою машину на специальную железнодорожную платформу закрытую я сам ухожу спать ночью пока этот поезд идет больше тысячи километров да или почти тысячи там в зависимости от того куда ты едешь или где кататься хочешь да вот и таким образом пока едет машина едет вместе со мной и там на месте я ею пользуюсь потом приезжаю обратно то есть такой железнодорожный вариант там машин много погружено но то же самое можно делать и в варианте здесь поэтому это не утопия а реальность но она сможет решить массу других вопросов таким образом давайте сейчас тогда пойдем дальше здесь вопросы есть ссылку дайте да дам ссылку обязательно не волнуйтесь ссылка будет если вы находитесь в чате целевые проекты то да в конце будет ссылка как ко мне на skype попасть то через это я вас туда подключу вы можете здесь оставить свои ссылки на этом чате и я через эти ссылки просто вам сделаю как вам удобно если здесь нет вопросов давайте пойдем дальше тогда друзья здесь по компании так здесь все ясно давайте поговорим еще о таких вопросах о которых очень много говорит Сергей Анатолич Сибиряков коллега и Алексей Суходоев у меня новость вам с этой с февраля месяца Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков работают тоже с нашей командой в нашей команде вот и они ведут по средам как и вели семинары чисто техника экономические семинары где есть для абсолютно начинающих кто вообще не слышал про это дело первая часть и он плавно перерастает в семинар уже по вопросам и который очень хорошо владеет Сергей Сибиряков который уже не первое десятилетие в этом проекте и прекрасно владеет всем вопросом к тому же он прекрасный прогнозист причем прогнозист не тот кто говорит как плохо сейчас а он прогнозирует то как может быть в будущем причем его прогнозы как ни странно или тут странного ничего нет он эксперт высокого класса они сбываются вот большей части эксперты и это для эксперта похвальное такое как бы определение поэтому там можно будет по техническим вопросам я на них мало останавливаюсь я больше на организационных вопросах и как потом лучше подходить и как сейчас работать с адресными проектами но чтобы этим заниматься дорогие друзья мы должны знать откуда ноги растут и всего этого дела поэтому я не применил и повторюсь но уже через призму своего понимания что такое или даже не что такое технологии нового поколения или шестой технологический уклад как вы видите здесь на слайде шестой технологический уклад но суть не в том что это 6 технологического уклад а суть в том что это новая технологический уклад и каковы же тут перспективы развития технологий skyway здесь вы нельзя выведено что это в первую очередь смотрите значит что это в первую очередь а Видно, что это новая инфраструктура транспортной системы. Да, естественно, это новая инфраструктура транспортной системы. Здесь обозначены некоторые другие. Новая инфраструктура объектов недвижимости. Это просто целая масса возможностей через поселения, кластеры поселений линейных городов и линейные города. Это абсолютно дает иные возможности вообще строительства в будущем поселении городов. Перегруппировки, передислокации мощных ресурсов к трассам, скоростным трассам, грузовым трассам, к логистическим центрам и так далее. Если раньше люди скапливались и накапливался потенциал людей и концентрировался там, где была промышленность, где шла индустриализация, то сегодня я могу прогнозировать, что будет концентрация именно кластерного типа. То есть будут закапливаться, но на оси скоростных трасс и трасс эффективного движения именно. Это не значит, что не будут работать железные дороги, там какие-то шоссеи. Будут. Они будут работать до тех пор, пока их век не закончится. Но начинается век технологий, новые трассы, новых технологий. И поэтому это будет процесс идти в этом направлении. И так называемые малые производства, эко-технопарки. Они будут дублицироваться, развиваться и концентрироваться и скапливаться вдоль транспортных магистралей, скоростных транспортных магистралей и других скоростных путей именно под новой технологией. Новая инфраструктура системы взаимосвязи. Естественно, что это такое? Это в первую очередь те кабели, световолоконные кабели, это кабели различных энергоресурсов. То есть наступила и наступает и наступила уже в какой-то степени эпоха транснета. Мы были в эпохе интернета, а наступает новая эпоха, где вот именно через это или же это является одним из элементов то, что транснет. Что такое транснет? Транснет это именно перемещение и транспортировка всех возможных материальных ресурсов. От человека до полезных ископаемых и финансов, кстати. Но это отдельная статья, мы в дебри сейчас не будем здесь забираться, просто обозначим. Новая инфраструктура производства, да, естественно. Причем она будет очень интересная. Вы знаете, что теперь, чтобы построить трассу, не надо будет строить завод для того, чтобы построить один, допустим, тысячекилометровый участок. Это значит, переходим сейчас на мобильные производства. Мобильные производства, которые способны обеспечить все технологические, высокотехнологические операции, обеспечивающие жизнедеятельность трассы, которую строят. А как вы знаете, период жизнедеятельности трасс, которые мы строить будем, начиная сейчас с экотехнопарка, это 100 лет. Это значит, что все конструкции, которые мы видим на любой из картинок здесь, да, они требуют, чтобы они тоже были долговечностью 100 лет. А это уже не простая работа. Это должны быть определенные сертификаты, лицензии на эти операции, выполнение от сварки. Причем варить будут не конкретный Иван Петр или Иван Петрович, да, или Владимир Маркович. Вот, а будут варить роботы, управлять роботами будут люди, но красить надо правильно, металл должен быть правильный и так далее, и так далее. Это все должно работать 100 лет, и оно будет так. Поэтому будут возникать ряд новых инфраструктур производства. Но это все реально возможно, если новый технологический уклад еще несет за собой и новый экономический уклад. Вы понимаете, на что мы замахиваемся? Чему мы создаем сейчас предпосылки? Только лишь через то, что мы копирируемся, инвестируем в экотехнопарк, инвестируем, копирируясь, в развитие и возрождение или зарождение, реальное материальное зарождение тех идей, которые возникли 40 лет назад и возникают в процессе в дальнейшем. Поэтому этот процесс идет, и новая социальная эволюция, это есть новый экономический уклад, он идет через то, что экономика будет меняться. И этому очень много предпосылок и как бы проявлений. Новая социальная эволюция, каким это образом? Вы смотрите, в социуме, в котором мы живем, грядут очень нехилые перемены. Потому что мы находимся во всех буквально, сколько нас систем в мире не окружают, начиная от религии и заканчивая экономикой, или начинает экономикой и заканчивая воспитанием, или начинает воспитанием и заканчивая образованием. От науки до производства, от производства до еще чего-то, до транспорта, от транспорта до питания или до возделывания земли, все находится в кризисе. Я не боюсь это сказать, потому что это точно знаю, а многие из нас догадываются. Поэтому новая социальная эволюция, она требует или она требует и целого ряда и позволит за счет чего? Человечество, к сожалению, развивается на основе развития технологических. Это можно сказать так, что эволюция данной эпохи или данной эволюции человечества, она технологическая. До сегодня практически все научные открытия, которые были человеком сделаны, они являются технологическими в большинстве своем и развиваются человек через это. То есть это продление функции руки, неважно куда, до щупальц, которые собирали землю или не землю, пардон, а лунную, как бы с луны, грунт лунный и доставили. Это была функция руки, это функция глаза, которая переходит за счет телескопа куда-то, и мы можем что-то посмотреть. Или за счет телекамер, которые блуждают уже поблизлежащие вселенной, в солнечной системе даже уже, на самых ее отдаленных участках. И так далее, и так далее. Это продление функции ноги, это велосипед через колесо, это та же самая машина через колесо и через двигатель внутреннего парового, внутреннего любого другого сгорания, это самолет и так далее, и так далее. То есть функции человеческого тела только развивают, но впереди еще много социальных других эволюций. И поэтому за счет нового технологического уклада появляется новый. То есть мы будем, мы обязаны будем перестроить социум, в котором мы живем. Иначе реально этот новый технологический уклад, он нас погубит. А не погубит он лишь только потому, если мы осознаем, что новая духовная эволюция сознания человека, она будет действовать, она осознанно нами воспринимается, и мы все делаем для этого. Даже уже, я осмелюсь вам сказать, что даже уже то, что мы сегодня с вами беседуем, мы уже обмениваемся информацией и готовимся к этому, что здесь написано. Вот к этому, друзья, мы никуда отсюда не денемся. Почему? Потому что, смотрите, я приведу очень маленький такой хороший пример на себе грешном рабе Божьем Владимире Маслове. Смотрите, значит, по информации моей бабушки и по тому, что мы в многих источниках литературы, истории, искусства видим, что мы движемся от родового, как бы, к оперированию. В каком образе? Когда мне бабушка покойная, Евдокия Андреевна Велигура, ее род шел с Кубани, с Таврополей и Кубани, она говорила, что конец, начало прошлого века, это 1900 и так далее годы. Это были годы, когда родовой или род, он была большая станица, были свои хозяйства, семья жила, где было в семье было 28 человек. Это было большое подворье и очень много было там всего. Но когда работы вырастали больше возможностей одного вот этого подворья или одной этой семьи, 28 человек, то использовалась простая толока. То есть люди собирались, копирировали, копирировались уже тогда по всей истории человечества и начиналось, выполнялись какие-то работы. Но смотрите, теперь мы тоже практически этим будем пользоваться и пользуемся. Мы прошли через эпоху индустриализации, пришли теперь к новой технологическому укладу и теперь мы вышли к всеобщей копирации. Слово копирация повторяется, как вы понимаете, но через что? Мы копирируемся, инвестируя в Экотехнопарк. Давайте на нашем простом примере. Мы сложились, складываемся и делаем свои вклады в то, чтобы его построить. Многие копирируются, чтобы его построить, причем строится он по себестоимости практически. Многие строители, если вы посмотрите ролики, они выполняют, они начинают понимать свою миссию. То есть идет новая, новая духовная эволюция сознания человека. Люди начинают осознавать, что если мы это не сделаем, если мы не построим Скайвей, мы не спасем планету. Строй Скайвей, спасай планету. Вы понимаете, почему? Это не просто пустой звук. Это реально необходимость. Таким образом, идем дальше. Вот он, дом Скайвей. Я теперь просто повторю. Дом Скайвей существует за счет того, что начато строительство, создание нового поколения, технологии транспорта нового поколения. Оно идет через внедрение производства, через адресный проект, который реализуется через Экотехнопарк, как вы видите, да? Через сертификацию элементов, пакет, через наши пакеты инвестиций, объекты инвестиций, которые тоже будут адресными проектами, возрождается или зарождается эта технология, она начинает действовать. А дальше уже идут элементы, которые поддерживают. Я не буду их повторять. Это вы все можете потом посмотреть. А ресурсы, которые поддерживают весь, все это строение, это человек, это деньги, это информация, организация через команды. И мы тоже. Кто бы из нас не начинал свой адресный проект, задумывал его. Будьте готовы, дорогие друзья, через новую духовную эволюцию сознания человека, вашу личную. В сознании тех людей, которые будут участвовать, а их много, начиная от чиновника, от чиновника, любого, которому приходится обращаться, до тех людей, которые поверят и утвердят решения. Там много решений надо принимать, чтобы любой адресный проект довести до конца. Мы это видим на этом адресном проекте, которым является Экотехнопарк. Сколько масса согласований, масса решений, масса поддержек, операций и так далее. Это очень непростой процесс. Поэтому этот процесс идет, и мы в нем, к счастью, участвуем. Таким образом, Экотехнопарк реализуется только через этот процесс. Так, там были вопросы, я посмотрел вопросы. Так, и таким образом, команда, только команда может это все дело реализовать. И теперь пойдем дальше. Как рационально действовать и на что опираться? Естественно, дорогие друзья, это накопление компетенций. Мы об этом уже говорили. Сейчас мы с вами общаемся, это вы тоже накапливаете компетенции. Эти компетенции можно будет накапливать через вебинары, через учебные программы, которые будут предложены и так далее. Это через чтение литературы. Вы знаете, да, что нам Господь, я уже говорил об этом, каждый день, каждому выдает 24 часа на нашу электронную карточку, так называемую, вселенскую. У нас у каждого есть такая карточка. И мы могли бы и должны бы каждый день найти 10-15 минут на чтение чего-то такого, что позволит нам осуществлять вот здесь осознание того, куда мы идем, зачем мы идем и почему мы это делаем. Таким образом, только накопление компетенций является основой и не только, и не только. Принятие решения своей роли в адресном проекте, то есть определиться, как ты себя видишь, что ты будешь дальше делать. Сбор информации, анализ, первоописание идей адресного проекта, составление исходного задания и так далее, и так далее. Но давайте сейчас посмотрим, а что же дальше делать. Вот я думал, с чего мы могли бы начать. И вот это вполне реальный возможный проект. Он сейчас как бы на абсолютно совершенно подготовительной стадии. И я на примере хочу вам рассказать, как я действую здесь в этом проекте. Это проект скоростной трассы между Таллином и... Здесь не видно, сейчас я покажу. Не проказывается. Так, и здесь мне тоже не показать почему-то. И здесь Санкт-Петербург, Пушкин. Пушкин видно, почему-то эта картинка не совсем хорошо видна. Причем здесь участков много. По карте очень четко, прямо проведена линия Таллинн-Тапа, 82 километра. Тапа-Раквере уже будет 92, то есть этот участок 10 километров. Раквере-Нарв... Пардон, здесь еще находится Юфи между Раквере и Нарвой. Это не важно. И до Нарвы от Таллина 195 километров по этому распределению. Дальше идет Кингисепп, там еще где-то 25 километров. И дальше Санкт-Петербург. Всего этот путь занимает 328 километров. Он не совсем прямой. Это не какая-то прямая линия. Это здесь, видите, есть так называемые переходы и так далее. И теперь давайте посмотрим, с чего я начинаю и как идти дальше. Если у вас возникнут какие-то интересные предложения или вопросы, бога ради их можно задать здесь прямо в чате, который у нас здесь. Или можно потом будет в целевых проектах задать этот вопрос. Я не буду на этом сейчас останавливаться. Это вам возможность или как бы такая возможность, которой вы можете воспользоваться во благо, скажем, участия в этом проекте. Вот. Я сейчас накапливаю информацию. Но дело-то в том, что, дорогие друзья, при всей моей компетенции, как бы я сильно себя не уважал, я в любом случае раньше не пойду ни к одному важному чиновнику, который принимает решения с какими-то предложениями. К чиновникам следует, во-первых, идти. Это один из принципов, о которых мы чуть-чуть еще поговорим. Это то, что мы не просим чего-то, а мы всегда идем и спрашиваем, какие у вас проблемы, мы, может быть, вам что-то можем предложить. Но для этого послушайте то и то. Но я никогда раньше не буду рассказывать, о чем, о чем. А Skyway, прежде чем я четко не знаю, что я компетентен об этом рассказывать, на том уровне, насколько достаточно для этого человека или для этой группы людей, которым я что-то пытаюсь пойти рассказать. И это только через призму того, что мы не просим, а не интересно ли вам услышать, дорогие друзья, что происходит. Или же вообще подходить к этому, как Алексей это сделал в Челябинске, через выставку, на которой к нему сами подошли и сказали, слушай, расскажи, а что это такое? Ты тут показываешь интересные слайды, интересные видеоролики, да, это может быть интересно. Понятно, да, что это не просто так, что вот у меня возникла, чокнуло, триггер сработал, возникла идея, и я вдруг побежал кому-то что-то говорить. Нет, я готовлю информацию, как я уже там показывал ранее, я накопление компетенций, какие-то уже есть, сбор информации, я ее анализирую, и таким образом, и таким образом, как бы готовлю. То есть, надо быть на полшага вперед. Если я пойду говорить, что, дорогие друзья, в проекте, или даже не в проекте уже, а в принятом, значит, в принятом плане развития транспорта Эстонии до 2020 года есть пункт, что расстояние по железной дороге от Таллина до Санкт-Петербурга следует обеспечить движение за менее чем за 5 часов, 328, там по железной дороге несколько больше, 334, по-моему, так, вот, за, менее чем за 5 часов, а сегодня поезд сходит за 7 часов, то это, скажем так, ну да, что-то можно будет подлатать, но в принципе, этот план можно выполнить. Но если мы приходим и говорим, что, дорогие друзья, этот путь можно провести или пройти, осуществить, несмотря даже на то, что здесь в Нарве и в Ивангварде и Нарве находится так называемый таможенно-пропускной или пограничный пункт между двумя государствами, которые проходят здесь по реке Нарвы и так далее, то даже эти процедуры, соблюдая, они где-то занимают где-то, ну скажем, до получаса, в зависимости от того, сколько людей едет в транспортном средстве, то, скажем, этот путь займет, в лучшем случае, час, чуть больше часа, чуть больше часа, полтора часа, есть разница, абсолютно, причем стоимость будет абсолютно другая, если опираться на те прогнозы и те расчеты, которые сейчас КБ нам предлагает. Поэтому, идя дальше, и чтобы быть более подкованным, я смотрю вперед, я смотрю, как эта трасса прокладывается, какие возможности обеспечивает технология Skyway, но я постоянно должен себя держать, я должен сам проконсультироваться раньше с кем-то, и если я в чем-то чувствую, что я не волоку, я не пойду, я возьму специалиста с собой, скажу, сиди, пока я веду переговоры или рассказываю, а ты будешь мне как бы помогать и ассистировать, потому что я всего не могу помнить, и поэтому желательно идти не одному, а идти с людьми, которые компетентны в тех вопросах, в которых ты не владеешь или в которых я не владею, и поэтому этим надо воспользоваться. Теперь пойдем дальше, что мне вообще надо знать по этому поводу. Во-первых, как я уже показал, я для начала прорисовал просто, очень просто эту трассу. Я посмотрел, по каким землям она проходит или какого ландшафта который она здесь проходит, и так далее. Это не значит, что она именно так будет пролегать. Это первоначальная прикидка, то есть эскизная прикидка, чтобы знать вообще, к чему стремиться. Дальше это все будет на определенных этапах все будет очень мощно поуточняться. Поэтому возьмем даже простой пример от Таллина, от нулевого километра, который начинается до ТАПа. 82 километра. Будет ли это абсолютно прямая? Если удастся проложить трассировку этой трассы таким образом, что это будет как струна прямая линия, то, скажем так, на 82 километра поезд сможет на этом участке развивать скорость до 500 километров в час. Юнибус. Или любой другой. Если это скоростной вид транспорта. Если это грузовой, он может до 120 километров разогнаться. Ни один другой поезд так не ходит. Если это меньше, если 120, то уже здесь возможны определенные переходы какие-то, не совсем прямые. Если это прямая трасса, то достаточно, чтобы она была хотя бы по 20 километров. Понятно, да? Где-то 20 километров есть возможность, он уже разгоняется. Помните, да, что в экотехнопарке будет так называемый тестовый участок, 15 километров всего. И он позволит разогнаться до этой скорости и остановиться. Причем остановиться там придется тормозить, а здесь можно еще и аккумулировать эту энергию, которая расходована, чтобы дальше еще по пути ехать по накату, как говорят люди просто язычи, да? Это трасса такая. И начинаем смотреть, что по этой трассе прыгает, какие реки, что, сколько, сколько надо, или, скажем, даже на этом этапе не надо еще пока смотреть, сколько здесь анкерных опор и так далее. Самое главное просто представлять, до этого момента пока будет составляться техническое задание. Там описать, что это первый участок такой, второй участок такой, предполагаемый и так далее. Потом специалисты КБ сами разберутся, что, где и как лучше проложить и какие варианты наиболее технологичны и наиболее реализуемы. Плюс там подключится целый ряд других специалистов. Но главное, надо знать общую кону, о чем говорить. Поэтому предупреждаю, не надо соваться поперед, батьки, в пекло. Надо знать идею, нам надо ее вместе прорабатывать. Я не примазываюсь, а предлагаю данной ситуации вам возможность проконсультироваться. Консультационный центр, сегодня мы уже знаем, как минимум будет три человека, это Сибиряков, Суходоев и я. Мы привлекать будем массу других очень компетентных. Это будет Влад, Владислав Волков, который достаточно хорошо, целый ряд еще других специалистов, которые тоже будут привлечены как эксперты. Потому что как только пойдет поток вопросов, пойдут и соответствующие ответы. и таким образом по этой трассе можно дальше уже работать. Этот процесс абсолютно начинает развиваться. Так, тут возник вопрос, только не говорите, что этот транспорт русский прорыв, ничего не получится. Вячеслав, не надо говорить, что это русский прорыв. А, вы имеете в виду по поводу Эстонии? Нет, о чем вы говорите? Не, 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 значит, никакого русского прорыва, это эстонский прорыв будет, в сторону России. А Россия будет рваться в сторону Эстонии. В Нарве, где я вам показывал, они там и соединятся, встретятся и поймут, что ешки-матрешки, оказывается, всем выгодно, понимаете? А я уже не говорю, я не стал здесь за Россию говорить, как у них здесь трасса пойдет. Потому что этот так называемый от 220 до 328 километра это 108 километров, да, 108 километров, это тут тоже интересные варианты возможны. Здесь возможны различные логистические решения. Я сейчас не говорю о Пушкине, почему я Пушкин привел, не случайно, потому что по всей вероятности я сегодня могу прогнозировать, что в Санкт-Петербурге будет своя городская система кольцевая, о которой сейчас в Москве говорят, кольцевая система городского транспорта, иначе это невозможно будет там разрешить, и тем самым это только позволит нам развиваться. Поэтому я уже сейчас это постарался предусмотреть. Может быть, я ошибся, но думаю, что нет. Таким образом, значит, жаль, что вы забываете обо мне. Маргарита, я вас не забываю. Вы всегда в первых рядах. Нам только что сейчас продвинемся. И самое главное, Маргарита, это то, что мы вкладываем и строим эко-технопарк. Вы же сами тоже туда вкладываете. И вы не только финансово вкладываетесь, а вы вкладываетесь туда еще и как компетентный эксперт, специалист по тому профилю, которому вы работаете. Поэтому не забудем, ничего страшного. Как говорится, строй сковей, спасай планету. Ну и в том числе ясно, Эстонию и Россию. Значит, будет ли в Греции и вообще в Европе струн? Конечно, это все зависит от нас, дорогие друзья. Но в первую очередь я опять вас успокою. И у меня для вас хорошая новость. Только через то, как нам удастся оперативно, оперативно и эффективно построить эко-технопарк. Я в этом не сомневаюсь. Со мной или без меня, но он будет. Он будет проводить сертификацию. Но желательно, чтобы со мной. И рекомендую так относиться к каждому из нас, по крайней мере тех, кто сегодня слушает этот вебинар. Поэтому, но поймите еще другое. Я опять перейду несколько в эзотерику. Вы уж меня простите, кому это непонятно, проглотите, кому понятно, вы поймете, что, а я думаю, что вы все люди сообразительные. Значит, вы смотрите, что мы находимся сейчас эзотерически и астрологически в периоде до 20 февраля, в периоде, когда те задумки или те наши мыслеформы, которые мы осуществляем, или наши посылы, пожелания добра, они реализуются и укрепляются и возрастает сила их реализации многократно. Понимаете, да? И если мы не воспользуемся этим периодом, ну что ж, дан будет еще шанс. И эти шансы будут. Но лучше воспользоваться тем, который сегодня дан. Поэтому усиливая себя, мы усиливаем других. Мы кооперируемся. Вот. Русский, конечно, своих не бросает. Струнные дороги. И поэтому, естественно, в Европе будут струнные дороги. Эта необходимость есть мощная. Причем, в первую очередь, я так думаю, что в Европе будет развиваться, хотя, может быть, я ошибаюсь. Во-первых, городской транспорт, естественно. Причем, я абсолютно согласен с Сибиряковым, изначально уже, то есть, при зарождении юнибайков, то есть, облегченного вида транспорта, так называемый, значит, инновационный туристический кластер или же юнибайк, это облегченный вид транспорта, об этом уже говорили, и потом несколько будем еще говорить, но не сегодня. Вот. Что этот вид транспорта, в первую очередь, в городах и различные решения будут давать, потому что его проще водить и быстрее, и, естественно, грузовой транспорт. И дальше пойдут уже такие мощные городские развязки, городских решений и скоростной транспорт, естественно. Поэтому я не исключаю, поэтому смотрите, дорогие друзья, что эта трасса первой начнет работать как грузовая трасса или как трасса городского транспорта, то есть, 150 км в час, это тоже, ну, два с половиной часа, ну, три часа. Мы за три часа спокойно приедем в Санкт-Петербург. Уже решение того проекта или то, скажем, не проекта, пардон, а плана развития транспорта Эстонии до 2020 года. А к этому все сейчас делается. Но делается в Беларуси, делается с нашей помощью, с нашей кооперацией. Поэтому мы идем к этому. Таким образом, давайте пойдем дальше от этого. Ага, здесь было у нас, пардон, еще нет. И возвращаясь обратно к этому, что я вам показал, посмотрим еще, что у нас здесь очень важно. Состояние исходной инициации адресных проектов. Поэтому, прежде чем у себя в голове инициировать адресный проект, давайте будем советоваться, будем консультироваться и думать, как это лучше сделать. Или может быть, даже того достаточно, что у вас есть просто идея, вы ее ставите и говорите, вот интересно. А в регионе найдем людей. Вы же помните, на вебинарах я показывал, мы команды должны работать и будем и работаем командой. И поэтому подключим тех людей, которые компетентны к этому проекту, и вам найдется там место. Вы не будете оторвнуты. Поэтому не бойтесь, делитесь своими идеями. Бог его знает, с какой идеей, какой проект может реализоваться. И эта практика показывает, моя жизненная практика показывает, что любая идея жизнеспособна, если она именно ведет к прогрессу, если она ведет к эволюции и процветанию. Хотя, к сожалению, в жизни есть и проекты, которые ведут обратно, но они для того, чтобы мы обучались на противоположности. И это тоже процесс, который надо воспринимать так, как он есть. таким образом, обращение в группу консультаций по адресным проектам для подготовки исходного задания на инвестиционный совет. Я постараюсь к следующему разу вам подготовить так называемый один из вариантов, как составить на данный проект исходное задание, но не по всем параметрам, потому что тут надо быть очень осторожным, а по большинству, почему можно вам сейчас пока показывать, я уже здесь могу вам показать, и вы сможете воспользоваться потом этим как бы, ну, как примером для, не даже не для подражания, а для того, чтобы с одним глазом смотреть, а как там у соседа или как мы там делали, когда вместе работали. Естественно, мы уже говорили об организационно-экономическом представлении реализации, это у нас структурно обозначено было, здесь где-то, да, сейчас я посмотрю, нет, я уже стер здесь, к сожалению, но ничего страшного, это там было наше процентное участие, как мы участвуем, но это как один из вариантов. Ну, и естественно, формирование команды, и об этом я тоже говорил. Так, есть ли еще вопросы? есть вопрос Маргарите, уважаемая Маргарита, я направил вам вопрос, мой скайп, пожалуйста, подтвердите, с СССР, понял, извиняюсь, это вопрос, коммуникации, да, доступ будет, Владимир, значит, и обратитесь вот на скайп, я дам сейчас здесь свой, свой скайп, здесь мой скайп, Владимир, Вальдемар 13, вы можете получить, можете через это попросить, ну, проще всего, подстучитесь на скайп, и тогда я вас несу в чат, и оттуда вы получите, из чата получите, если хотите, если не хотите, прямо так и напишите, я прислал вам свой скайп, но я в чате не хочу участвовать, вот, и я вам просто вышлю ссылку на этот самый, на сегодняшнюю запись, но вопрос в другом, что мы найдем сейчас и другую возможность, что как-то будем, иначе более доступно это делать, скорее всего, это будет в личном кабинете капитала, и RSV Systems будут так называемые ссылки на вебинары, которые записаны, и тогда будет совсем просто это все делать, вот, есть ли еще вопросы, если нет, я сейчас напоследок запущу вам еще один, один, значит, ролик, сейчас я посмотрю, что это за ролик, так, но он достал, вот, интересно, это был уже у нас ролик, да, так, и, вот, посмотрите, этот ролик у нас тоже был, так, у нас была, что я вам все ролики и показал, практически я вам все ролики и показал, так что, дорогие друзья, таким образом, наша сегодняшняя с вами встреча подошла к концу, час уже прошел, даже немножко больше, вот, и, если вопросов нет, то я вас благодарю за внимание, и, когда, следующий наш вебинар будет, 11, 19 часов, если будет в рассылке и 13 часов, то это будет 13 часов, но по всей вероятности, это для регионов, которые удалены от нас, и находятся в другом временном поясе, так, все, спасибо вам, тоже, спасибо за хорошее пожелание, все, спасибо, друзья,